Добрый день! Сегодня также в рамках роликов про страны индийскую защиту мы с вами рассмотрим классическую партию Полугаевский Ульман Итак, в страны индийской защите белые разыграли систему Авербахта В одном из предыдущих роликов мы уже видели, что ход Е5 плохой потому что оставляет черных без материала и у черных здесь остается 4 возможных хода Ну, на деле больше, конечно Один из самых логичных ходов это ход С5 Белые слишком рано вывели слона с С1 В связи с чем у них могут возникнуть проблемы с защитой пешки Б2 После хода Д5 есть очень интересная линия А6 Пожертвовать пешку И потом пытаться доказать, что возможность установки коня на Д4 и давление по линии Е и Д А также активизация слона и ферзя стоят пожертвованной пешке Но в этой партии черные сразу сыграли Е7, Е6 по сути, переводя игру в защиту Бинони И теперь, если бы белые взяли на Д5 пешкой то пешка Е4 нуждалась бы регулярно, постоянно в защите Поэтому белые взяли ЕД У этого хода есть как плюсы, так и минусы То есть, к минусам можно отнести то, что у белых не такое большое превосходство в центре как в случае взятия пешкой С Ну, плюсы тоже есть Черным практически невозможно провести Б7, Б5 Основным ходом в этой позиции является ферзь Б6 И в ролике, который вот в описании партии, вы увидите вклеенные другие партии на эту тему В частности, партию Карлсона Очень неплохую победу одержал чемпион мира в этом варианте А Ульман сыграл ладья Е8 Ход очень логичный Ферзь Б6, в общем, это основное продолжение Черные пытаются сконцентрировать свои силы на пункте Б2 То есть, в их планах ладья Е8, конь Е4 Или не ладья Е8, а слон Ф5 и конь Е4 Да, слон Ф5 даже основной ход, конечно Развили фигуру Готовимся завершить развитие ферзевого фланга Но, повторюсь, в этой партии было ладья Е8 И белые просто завершают развитие Слон Ж4 Что можно сказать про этот ход? Да, слон С8 в защите Беноне обычно упой Но, может быть, в данном случае Было упорнее сыграть слон Ф5 Потом Ферзь Б6 И все-таки конь Е4 После слон Ж4 Белые получили преимущество двух слонов И хотя в закрытой позиции Не видно, где этим слонам развернуться Пока что не видно Вот, белые собираются сыграть А4, А5 Фиксируя слабую пешку Б7 У черных уже есть слабость на Д6 Ход Ферзь Б6, поэтому не очень хорош После А5 Эта фиксация происходит с темпом На Ферзь Б4 будет ладья А4 И Ферзь попался Поэтому последовало Ферзь Е7 И вместо хода А5 Как было в партии портишь Глигорьич Черным удалось разменять Еще одну легкую фигуру Помимо слона С8 Слон Ж7 заработал И позиция практически уравнялась Белые препятствуют размену коней Вообще главный минус позиций черных В том, что у них мало пространства То есть меньше пространства При нехватке пространства Главные неудобства испытывают лошадь Почему? Потому что у них проблемы с поиском опорных полей И Лев Абрамович Лугаевский Очень здорово проводит Следующий отрезок партии Он не позволяет черным разменять Коней Через 18 лет после этой партии В партии Юсупов-Запата Черные сыграли А6 Но тоже у белых поприятнее Они готовят наступление на королевском фланге Наферзевом занимаются сдерживанием Активности 4 В этой партии Вольфган Кульман Решил все разменять И После слон c2 Выясняется, что Несмотря на размены Которые обычно выгодны Стране Стесненный в своих действиях То есть ограниченный Испытывающий нехватку пространства Трудности черных только начинаются Мощный перевод слона на c2 Слон белая не позволили Разменять Пару коней И выясняется, что черным очень тесно Если вот В партии Дорошкевич-Либерзон В 1970 году Было сыграно h5 И белые потихонечку Начали наступать на королевском фланге Отняли у коня поле e5 Готовят потихонечку g4 Пульман сыграл конь b6 После b3 конь d7 Кажется, что черные могут стоять на месте Ничего не делать Создать им конкретные какие-то угрозы Не просто Хотя Вот полугаевский находит Первый объект атаки Кон f4 Теперь если конь e5 То возникает Очень похожая позиция На ту, которую встретилась в партии Дорошкевич-Либерзон Которую мы только что упоминали Меняются ферзи И белые пешки Начинают наступление На королевском фланге После ферзь e7 Также последовала ферзь e2 Ферзи разменены И пешка встала на a5 Фиксируя слабость На b6 Главная проблема черных в том, что Им очень сложно Получить хоть какую-то игру Например После коня h5 Ну кажется, что это вилка На слона напали На коня Слон d2 Белые уверенно защитились f5 Ну как-то Чтобы пространство захватить Иначе белые поставят пешку на g4 Все равно следует g4 f3 И возникает позиция Очень похожая на ту Которую Белые в дальнейшем В этой партии получили Вот h5 логичный Если белые будут проводить g4 Разменяют по одной пешке Черные надеются, что им удастся Разменять все пешки королевского фланга И Поставив короля на c7 Они уверенно Защитят ферзевый фланг Белые Прави Не спешить Любимый принцип Шерешевского Отличная книжка у него Под названием Стратегия Эншпиля Вот там он очень часто повторяет Что в Эншпиле очень важно Не спешите Белые не торопятся В ответ на конь е8 Они аккуратно играют g3 Для чего? Если сыграть f4 То после h4 Черные получают возможность Зацепиться За черные поля Ухудшить белым пешечную структуру Пешку надо Несомненно Ставить на f4 При случае на f5 Но делать это надо Аккуратно f4 Дальше тоже следим Внимательно За контригрой противника Противник хочет Взять на c3 И сделать вилку Если коня просто увести То партия перейдет В разноцвет И у белых возникнут Проблемы с защитой Пешки А5 После Ну Вроде бы черные Здорово Так активизировались Да Брать коня на f5 Можно Но Эти сдвоенные пешки На них Нечем нападать Но после мощного хода Конь d1 Выясняется То черный конь Неизбежно Будет Оттеснен Ф5 Конь h6 Король f3 Теперь белые Собираются Двигать пешку Дальше А при случае Даже и до g5 Скажем В ответ на Конь g8 g4 g5 И Дальше нам нужно Будет перебросить Слона Насколько я понимаю На h3 Чтобы он мог Каких-то В случае отступления Коня с d7 Прыгнуть на c8 Ну и С ходом b4 При слоне На h3 Черным Необходимо считаться Давайте я его Желтым Ну то есть Сначала Надо слона На h3 Потом b4 Можно еще Коня конечно Активизировать Предварительно На e4 Или на d3 Поставить Пульман Сыграл f5 Ходу g4 Препятствует Но тем не менее Значит Белые Потихоньку Готовят g4 И b4 Два таких Важных Продвижения Пока что Висит Черных Слон После Коль Д4 cd Пешка d4 Неизбежно Потеряется И вот Первым делом Значит Лев Абрамович Вытеснил Слона С активной Позиции Нет Первым делом Он вытеснил Коня с f5 Теперь Оттеснил Слона С активной Позиции И теперь Повел Своего коня На h4 Для атаки Слабой пешки g6 То есть У черных Три Слабые Пешки И Ни одного Опорного Поля Для Своих Комей Коль на e4 Попасть Может Но связано Это с потерей Очень важной Пешки Получается Что черные Вынуждены Просто стоять На месте Держать Слабости И так На g6 Защищено И белые Приступают В следующей части Плана Провести g4 В хорошей Редакции Ну и вот Скорее всего В этой В этот момент 42 Ход Белых Участники Просто не знали Сколько у них Села на ходов В те времена Когда партии Игрались Без добавления Времени Можно было Не вести Запись А восстанавливать Ее после Цейкнота Именно Именно поэтому Ход g4 Не последовал Упорное Сопротивление Вместо хода Слон b2 Можно было Оказать Путем Коня h6 Не позволяя Белым Пойти g4 В данный момент То есть Белым пришлось бы Искать Способы Пробития Этой крепости При помощи b3 b4 Где Перебросить Слона Через a4 Скажем На e8 Или на целусь Но тоже Это все Надо было Готовить Перевес Белых Неоспорим Но до выигрыша Еще достаточно Далеко Здесь же Белые Уже Могли Сыграть g4 И Партия Становится Совершенно Выигранной Потому что Пешку g4 Черным Не удержать Сейчас Придет Король На g3 И На g4 Съедет Сигнуть Олег Абрамович Сыграл Слон e1 И снова Ход КН h6 Позволял Оказать Серьезное Сопротивление Но последовало Слон a1 И белые Прорвались То есть Скорее всего КН h1 Записанный Ход Ну или Слон e1 Записанный Ход Белые Прорвались Пешка f5 Висит Хода КН h6 Нет Из-за вилки g5 А после Взятия На g4 Белые Отняли На g6 И угрожают Зайти Слоном На c8 Пешка g4 Не жилец В случае КН h6 Следует Просто Размен Коней И теряются Пешки b7 И h6 Обращаем Внимание На слона e1 Который Защитил Нашу Пешку На a5 И при этом Готов В любой момент Подключиться К игре На королевском Фланге То есть Слоны Стреляют Издалека И эта партия Ну прекраснейшая Иллюстрация Их силы В окончании После Король f8 Слон f5 Слон тоже Зашел На c8 Но вроде бы Черные Защитили Пешку b7 Пешку g4 Однако КН f5 Белые Напали На d6 И эта пешка Уже теряется В любом случае Вот Слон d4 Ну это Я даже Не могу Назвать Это Последним Шансом Белые Просто Взяли На d4 И партия Закончилась Сейчас Теряется На g4 И потом Белый Король Идет И съедает Пешку d То есть Вот Такой Образец Позиционной Игры Главный Вывод Который Мы можем Сделать Вот В этих Позициях С Преимуществом Двух Слонов У белых Черным Нужно Иметь Огромное Количество Терпения И Постоянно Следить За Возможностями Белых Не только На ферзевом Но и на королевском Фланге В первую очередь На королевском Ну а в целом Партия Просто великолепна Всем спасибо За внимание Подписывайтесь На мой канал Лайки Дизлайки Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому